автомобиль у меня уже проехал 60 тысяч километров значит что по сиденью хочу сразу сказать но так как мы таксисты же мы же водители для нас это очень важно сиденье неудобно в общем закрывается хорошо видите но опять же говорю двери зашумлены очень хорошо что вот этот пластик есть когда ты где-то на парковках бахаешь и ты думаешь окраска оказывается выходишь и вспоминаешь что у тебя здесь молзинки эти накладки пластиковые коллеги всем привет вы на канале best axis меня зовут андрей и у меня в пользовании уже восемь месяцев автомобиль bilge x50 а на самом деле это джили курей просто его собирают беларуси и ребята вот часто в комментариях мои подписчики просят меня сделать обзор на этот автомобиль я не обзорщик техничку разбирать не буду я сказал при записи основной базы обзор о том что я техничку снимать не буду я решил пойти по другому пути есть один очень интересный канал на ю тубе кстати очень часто смотрел его актер механик называется канал я сейчас вот вы сейчас увидите после вот этого дубля сделал нарезку по двигателю но там специалист он занимается именно техничкой по двигателю который устанавливается вот на этот автомобиль а их проблемах а также о коробке которая ставится на этот на этот автомобиль вот чтобы просто мне не городить огород как бы я думаю для многих подписчиков и для водителей которые себе будут в пользование покупать этот автомобиль это будет информация полезная вот и я буквально вырезал там по три минутки именно именно об этом автомобиле то что говорит именно эксперт механик который разбирается много-много лет силовых агрегатах в трансмиссиях теперь коснусь мотора который я сказал ранее семейство джейл аж это 3g 15 т.д. а это полуторалитровый трехцилиндровый на секундочку мотор производится тоже в китае с 2018 года и ставится на такие кроссоверы как атлас и кулрэй а также их модификации под маркой протон это клон по сути известного по олива xc40 турбомотора b3154t он имеет по сути все те же проблемы что и его четырехцилиндровый собрат этот мотор в оригинале известен и имеет несколько проблем китайцы практически не поменяли конструкцию поэтому и даже если сейчас реальной статистики по той же джили тугела нет ну можно сказать что проблемы будут в будущем а какие были есть проблемы у оригинального мотора volvo это потребление масла есть кстати и на моторе джили а заливается на секундочку в этот мотор масло вязкостью 0 в 20 весьма кстати не дешевая так что имейте ввиду ввиду большой подкапотной температуры этого двигателя у него частенько лопаются выходит из строя различные резиновые патрубки и уплотнения так сказал что это клон все там выглядит в один в один то что у китайцев материалы лучше чем у производителя volvo я мягко говоря не уверен 3 очень нежная несмотря на то что это все-таки бензиновый мотор у него являются топливные форсунки промывать 50 60 тысяч километров иначе этот мотор страдает от неустойчивой работы на холостых на мой взгляд это связано с очень немаленькой степень сжатия в этом двигателе естественно чем больше тем степень сжатия тем больше требования к качеству топлива и качеству топливной аппаратуры очень ответственно нужно относиться к регламентному обслуживанию этого мотора если написано что нужно менять допустим ремень грм на 120 тысячах то меняйте на 8 80 100 иначе приобрели меня грм замечу гнёк клапана также на семейство этих моторов есть проблема с герметичностью сальников запотевание клапанной крышки и это не качество не связано с качеством сборки как правило когда потеет клапанная крышка это недостаток работы системы вентиляции картерных газов впрочем насколько знаю дилеры что джили что вольво это не считают за проблему и мягко говоря устранять ее не спешат так как это не приводит какой-то значительной потери масла двигателя я трансмиссия которая ставится на модель джили куры и современный атлас про это робот нимбо 7 дкт 330 его другая аббревиатура которая менее известна это фиеви 7 дкт 330 по сути ребят это клон коротки 7g дкт 702 40 от mercedes или как они ее позиционировали 2012 года кпп 724 0 дкт 702 40 это семиступенчатая трансмиссия с двойным сцеплением в масляной ванной разработанной компанией mercedes сотрудничестве с гитрак 2012 году трансмиссия предназначалась для автомобилей классов a и b целый а жила и mercedes оснастил 702 40 мокрым сцеплением которое могло бы работать с мощными двигателями этого производителя а кпп устанавливалась на автомобиле также аккурат как я уже сказал mercedes-benz и инфинити коробка ставилась двигателями объем от полутора до трех с половиной литров момент который способны переваривать эта коробка это где-то 350 ньютон на метр но это максимально и поэтому он она абсолютно была не приспособлен для автомобилей которые пытались чиповать кстати почему-то многие думают том числе и менеджеры продаж жили что дкт 7 это коробка похоже на dsg dq 500 на в отваг нет друзья это разные коробки по конструкции да и dq 500 это континенталь а дкт 7 это гитрак хочу заметить что у оригинала от mercedes поначалу было много проблем с этой коробкой передач по электронной части и алгоритмом ее переключения горели блоки управления владельцы е-класса жаловались на пинки удары при переключениях постоянно приезжали на адаптацию знаю что у владельцев куры тоже есть вопросы к переключениям на определенных передачах и моменте который переключается этой коробка но у нее в данном случае джили хоть блоки не горят и это уже хорошо думаю что за 11 лет можно было доработать большинство косяков которые были допущены при первоначальной разработке гитрак для mercedes единственное чтобы я отметил что соблюдение правил эксплуатации вообще любого робота своемременное техобслуживание значительно увеличивает сроки службы подобных агрегатов среднем беспроблемная эксплуатация всех современных роботов составляет где-то 200-250 тысяч километров но при аккуратной езде замене каждые 40 тысяч километра масла в коробке передачи мехатроники сроки эксплуатации без ремонта могут быть увеличены где-то на порядка 20 30 процентов подобные короткие и в данном случае коробка клон от mercedes очень чувствительно к маслам низкого качества которые могут вывести ее из строя гораздо раньше времени в связи с чем рекомендуется использовать только качественное масло для роботизированных коробок передач значит по пробегу автомобиль у меня уже проехал 60 тысяч километров за 8 месяцев это при том что я работаю 3-4 дня в неделю но я неплохо накатываю в свои выходные там ездил в белоруссию в обсков практически вместе каждый месяц езжу там по три по четыре на три на четыре дня то есть там тоже по псковской наяриваю то есть машина принципе вот за 8 месяцев 60 тысяч проехала и нареканий не было но за исключением вы кто на моем канале давно уже сидит он знает что у меня значит какие там были моменты а стойки амортизационные отстрелили у меня сразу по выезду феврале но мне поменяли по гарантии и пойдемте и ручка у меня тоже я снимал ролик и ручка переключения передач вот это вот сам рычаг он у меня сгорел но от солнца я его просто тупо ну ободрал так машинка грязная мы тут на озере она приехали погулять он собака у меня лежит на виде камеру он посмотри он моя шанти вы же ее все знаете вот она отдыхает вот значит чё по сиденью хочу сразу сказать но так как мы таксисты же мы же водителем для нас это очень важно сидение неудобно если сравнить с автомобилем к 5 на которой я ездил то эргономика конечно здесь похуже я метр восемьдесят два и у меня вот это место когда я сажусь шанти отойди кстати машина у меня в максимальной комплектации поэтому у меня есть электропривод но электропривод такой знаете левого вперед назад ну и спинка то есть нету вот этой вот самой самой сидушки вот вот она не не регулируется то есть вот когда я сижу у меня вот это место оно неудобно то есть оно как сказать то она у меня все время в напряжении но я уже привык смирился а что делать почему потому что цена к 5 новая она стоит там в районе пяти миллионов а эта машина обошлась нам сказкой феврале в 2 миллиона 390 тысяч рублей сейчас она уже подскочила по цене в процессе монтажа ценник на сегодняшний день я выложу сколько она стоит именно в максимальной комплектации и вот уже в процессе монтажа я допиливаю какие-то кадры какие-то моменты додумываю для того чтобы сделать более объективную картинку по поводу посадки вот я сказал что ноги 50 до эта проблема но по поводу спинки не сказал спинка и подлокотник подлокотник здесь такой выдвижной то есть но не фиксируется по высоте допустим как у skoda octavia новый выдвижной там допустим локоть можно поставить более-менее удобно спинка она с этими поддерживающими такими вот боковинками она в принципе довольно таки удобная но есть такой хруст вот такой вот хрустит то ли кожа то ли что кто-то даже говорил в одном из обзоров что они сюда как-то поролон прокладывают чтобы короче не было вот этого соприкосновения спинки вот с этой вот с этим даже не тоннеля не зануд короче с этой платформой пластиковой вот вот в принципе а ну и вот как-то ну не знаю короче к 5 я там лежал я там отдыхал в камре мне кайфово нравится ездить а дополню по моему мнению лучше бмв я не на многих машинах ездил но в принципе ездил на бентли ездил на мерседесе ездил на гелике на 63 703 лошади у меня были клиенты я их возил по ночам ну даже не буду обсуждать короче в конце видео я скажу какую оценку я поставлю этому автомобилю в целом машина едет вот правда без пафоса без лишнего скажу как в принципе ну полноценный европейский автомобиль то есть есть некая сбитость могу сказать что у черри этой сбитости нету и у суббрендов черри у этой машины есть поэтому наверное я ее и выбрал кстати я по финальный выбор сделан на покупке этого автомобиля когда мы в сочи в январе взяли в каршеринге именно вот эту тачку джили кувре она также была максимальной комплектации с люком хотя люк в принципе я ему не пользую но такая знаете пассажиры в такси как бы о люк там знаете ну они кайфуют вот а это уже как бы до располагает она чаевые на те же самые вот значит чё а чё по материалам материалы мягкие тоже недавно я снимал видео вот у меня от локтя две таких вот как бы проем не знаю как вмятины что ли ну в общем вот ну мягкие удобные в принципе машинка кстати тоже видео я снимал у меня есть на канале ссылочку кстати оставлю то когда я выкатился только что ну с этого с дилерского центра я ее зашумил сделал выбор дэнфер шумоизоляцию антикор антикор скрытых полостей у меня даже арки и локера зашумлены то есть ну это такая тоже для себя понимаете это тоже стало там около 200 тысяч рублей вот то есть каждый уже будет смотреть сам по деньгам таксистам это вообще сложно я просто делаю обзор именно своего автомобиля здесь тоже зашумлено вот можно послушать звук видите вот она консервная банка а вот уже зашумлено потому что музыку ставил чуть подороже чуть получше музыка без шумоизоляции работать нормально не будет давайте посмотрим что у нас сзади так максимум сейчас я сиденья сделаю как я не до конца выдвигаю ну где то вот так вот вот примеру я сел за собой место в принципе есть но не сказать чтобы много машина коротко базная то есть она маленькая и она на балке на задней ну вы понимаете не на много рычажки на балке и поэтому управляемость у машины соответственно такой допустим как у той же самой копятой у камри там d-класса у е-класса такого нету здесь в этой комплектации у нас идет кожаные сиденья подогрев передних задних сидений но стеклоподъемники понятно одна юсб зарядка вану сюда покажи ну принципе вот такой вот салон в принципе добротный вот 60 тысяч видите ничего не промялась ничего не поцарапалась одна юсб зарядка вот это конечно зашквар могли бы хотя бы две сюда сделать это было бы посимпатичней вот ну подлокотник кстати есть подлокотник как-то я снимал на тиктоке ролик о том что в тарифе комфорт не было подлокотника вот вот эта девушка если увидите можете пользоваться джили кувреем багажник вот багажник это большой минус сразу говорю так тут у меня немножко барахло вожу с собой нехитрый скарп у меня там всякие омывайки масло стоит но я не доливаю масло не жрет вот 60000 сегодня делал то и могу вам сказать что масло вообще не уходит масло не чернее то есть лью я 0 в 20 без зол масло сюда вот тоже кстати вот ребята в сельбурге делают я к частого шорта как после каждого на то ну как бы рекламирую советую вот багажник здесь небольшой здесь вот если посмотреть не буду после вот тут у нас сабвуфер лежит сонда вот нормально качает пассажиры кто любит музыку послушать на самом деле говорит как же нам с вами повезло в этой поездке но парковые машины ну берутся в основной массе своей в минимальных комплектациях поэтому ничего там такого нет по подвеске сейчас я следующим дублем вот буквально сейчас я обрежу и будет вы увидите что по подвеске спустя 60 тысяч принципе все норм gx50 пробег 60 тысяч приехал на т.о. смотрите как выглядит нища после 60 тысяч на билджи x50 тачка у меня замовили на короче вся точнее за антикорина двигатель сняли поддон пластиковый железного я не ставил принципе все норм просто подписчики у меня тут часто спрашивают снять обзор на эту машину как проехал как что вот тачки у меня почти восемь месяцев пробег 60 тысяч ну в принципе ничего не произошло вот колодки на самом деле ребята покупайте дорогие колодки блин ищите поставил дешевые колодки блин свистят скрипят перебят диск вот так вот немножко эти такая получилась фигня не так ровно на палец но визуально видно что колодки хреновые вот но в принципе за 60 тысяч диск почти не сточился что сзади что спереди но в целом машина неплохая пойдет лучше чем лада гранта значит дальше хочу дальше то а кстати по колодкам да вы сейчас видели вот в этом коротком вертикальном видео на колодке на колодках экономить нет смысла покупайте дорогие колодки потому что этот звук скрипа скрежета это на самом деле что то с чем-то такое ощущение что с подвеской как будто шруза шумят или по куга 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 эти рычаги в общем ну сегодня ездил на т.о. сделали диагностику сказали все в порядке но в общем колодки буду менять уже то есть я вот эти колодки новые буду убирать которые я поставил месяц назад и ставить сюда уже мягкие колодки вот что еще показать люк люк панорама закрывающиеся обслуживать ее нужно раз в год там силиконом ее проходить в общем то и все по управляемости машина в принципе мне нравится даже вот это короткобазная на балке но не сравнится опять же говорю с д-классом с е-классом то есть там это такое себе в общем закрывается хорошо видите но опять же говоришь двери зашумлены очень хорошо что вот этот пластик есть когда ты где-то на парковках бахаешь и ты думаешь окраска оказывается выходишь и вспоминаю что у тебя здесь молзенькие эти накладки пластиковые в общем то то ребят еще то рассказать чтобы не забыть то коллеги по поводу тормозов вот сейчас сел за руль уже еду назад вот с парковой зоны с озера коркина мы едем значит по поводу тормозов тормоза здесь не очень нужно было привыкать некоторое время сразу говорю после к 5 это просто был трэш то есть оттормаживаться нужно заранее неплохо все-таки было бы если бы суппорта были побольше и диски соответственно соответственно в диаметре пошире по поводу кондиционера живет он своей жизнью ну те кто интересовались этим автомобилем могли видите обзоры у других блогеров поэтому я думаю это не секрет просто вот такое дополнение сейчас уже сел за руль ну и вспомнил вот эти два очень важных аспекта да в общем то а свет свет кстати ближний дальний свет фар отлично просто пучок бьет очень далеко очень классно то есть оптика кайфовая фары здесь обычные ледовские он full лет написано видите фары ну повторители кстати поворотников здесь есть точно так же это очень кстати удобная функция для нас и таксистов когда в темных дворах рулишь и тебе не видно поребрика или еще чего-то особенно вот это все в осеннее зимнее время меня очень нравится когда ты поворачиваешь направо у тебя включается фару я думаю что многие водители уже эту функцию юзали эта технология там 30 летней давности вот что там по капоту то да в общем про спад показ подкапотное пространство показывать даже не буду я думаю на эту тему уже много снят в общем машине я могу поставить твердую четверку коллеги ну и в принципе когда меня спрашивают что взять из этого китайского мейнстрима всего этого я всегда говорю нормальная тачка джили куврей для такси двигатель ремонтно пригодный коробка надежно в общем все вот такой вот коротенький обзор все ребята подписывайтесь на канал ставьте лайки обещал вам обзор сделал все всех благ а